Северодвинцы хоть и суровый северный народ, но при этом отзывчивый. Это накануне доказало ЧП на трассе Северодвинск-Онега. Водитель сгоревшей фуры остался на дороге без воды и пищи. Операцию по спасению попавшего в беду организовали неравнодушные северодвинцы. Продолжит Сергей Курбан. На этих кадрах горящая грузовая фура. Сегодня ночью водитель из Иваново двигался в сторону Онеги. Однако в районе кладбища Миронова гора машина внезапно вспыхнула. До приезда пожарных водитель сам пытался потушить масс, однако даже прибывшие огнеборцы не смогли сберечь тягач от полного уничтожения. По предварительной версии причиной возгорания стало короткое замыкание. В итоге водитель-дальнобойщик остался у сгоревшего транспорта без теплой одежды, документов и еды. Его знакомый обратился за помощью в соцсети. На сообщение в одной из групп откликнулись десятки человек. И уже в час ночи на место пожара прибыла помощь. В такой ситуации равнодушным оставаться просто нельзя, потому что человек замерзнет, естественно, он на это не рассчитывает. То есть у него, может быть, нет ни еды, может быть, нет ни воды, тем более, если человек в дальнобое. Когда я подъехал, машина уже была потушена. Ну и после меня уже, то есть в течение 15-20 минут еще приехало 3 или 4 человека, которые также что-то привезли. На месте в это время уже работала техника из соседней воинской части. Сгоревший масс оттащили грузовиками к обочине и отцепили фуру с грузом. Часть из того, что привезли люди, водителю так и не пригодилось. Было действительно много теплых вещей. По телефону, который также привезли северодвинцы, водитель смог связаться со своим начальством. Уже сегодня-завтра за грузом ткани для Онежской фабрики прибудет другой тягач. Самого водителя сгоревшего грузовика мы сегодня на месте не застали. По всей видимости, мужчина с попутчиками отправился встречать коллегу. Сергей Курбан, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.